Я приветствую вас всех. Сегодня мы возвращаемся к среде традиционной работе на 19 часов. То есть логика недели у нас теперь, как мы уже говорили, строится таким образом. 18 часов понедельник. Вводный вебинар – это презентация проекта, это цели, задачи, миссии, ЮТЭК, бизнес, шестой технологический уклад, просумен бизнес, то, что рассказывает Юрис. Это у нас такие традиционные презентации. Вторник в 19 часов – это вебинар, который говорит о проекте ЮТЭК, но уже с точки зрения токеномики цифровой. Сегодня построение активов, транзакций и юникриптобанкинга. То есть все, что мы вокруг этого строим и каким образом все проекты увязаны с нашим криптоактивом. Среда – это любимый мой день. Это традиционный у нас теперь будет уже технологический день. То есть мы первую половину, там, 16 часов оставляем. Сейчас с небольшой паузой будем вести по бензоботам. Это с Игорем Хальзовым и с Ильей Шершовым. А в 19 часов по Москве будем, соответственно, сейчас вот, ну, я думаю, что там 2-3 вебинара мы будем проводить именно с Андреем Лобовым, с его командой, с инженеринговым центром. Как раз это уже инженерное направление. Все, что сегодня мы уже делаем с точки зрения и программы «Леонардо», то есть это создание эко-китов, то есть переоборудование под электрокары и электрокар-шеринг и подготовка своего уже производства, именно индустриального производства и двигателей, и корпусов, и контроллеров. И со временем дальше, следующим этапом, это, наверное, может быть, там через вебинар, через два, мы вам покажем уже и концепты, которые мы готовим уже с точки зрения своих роботов. Андрей расскажет о их киберсобаке, то есть кибердоге. Вот. Ну и дальше мы вас начнем знакомить уже с нашей индустриальной программой, именно к чему мы готовимся, и мы собрались не просто так сегодня популяризировать идею, соответственно, двигателей ДНО или перехода на электротягу, или шестого технологического уклада с точки зрения экологии. Мы готовим абсолютно конкретный бизнес, связанный именно со строительством и запуском заводов, который, на наш взгляд, и Андреем Лобовым мы здесь абсолютно являемся единомышленниками и соратниками, в том плане, что мы понимаем перспективность того направления, которое мы делаем, то есть двигатели ДНО, это электродвигатели нового поколения. Вот об этом вам как раз Андрей и будет рассказывать. А дальше это уже целая программа, это применение этих двигателей в тех устройствах, которые будут являться основой уклада или основой предоставления услуг. Это и наши SMS-ки, это смарт-разделенные кабины, и сегодня это крайне в эпоху коронавируса актуально. И, соответственно, наши новые роботы, которые будут абсолютно многофункциональны, от тягачей для SMS и до сельскохозяйственных роботов, и еще более мелкого класса роботы, это уже доставка персональных посылок, это юнибоксов, как мы и назвали, это уже наши кибергоферы, то есть это суслики, которые будут уже развозить и доставлять услугу, начиная от пиццы и кончая кроссовками любой книгой, кто будет заказывать из любой точки в любую точку мира. Это как раз следующая логистика, которая сегодня именно позволяет с помощью новых экономических двигателей сегодня работать. Но это вот такое короткое вступительное слово. А, конечно, основной гость у нас сегодня Андрей Лобов. Я очень рад, что мы в прошлом году нашли общий язык, состыковались, начали сначала смотреть наши общие планы, потом мы выработали общую инженерную производственную программу. Прям в конце года мы уже приступили к реализации, мы заказали, об этом Андрей будет рассказывать, уже изготовление новых двигателей. И сегодня в инженеринговом центре Дмитрия Александровича Даюнова. И этот процесс пошел, и сегодня как раз Андрей будет рассказывать, чем они занимаются. И вообще, Андрей, давай первый тебе вопрос. Почему идет эра электродвигателей, электромобилей? Почему сегодня можно утверждать, что технологическая революция сегодня уже началась? Тем более я этот вопрос уже дублирую. Андрей, понимаешь, что после твоего выступления на нашей конференции 1 февраля был огромнейший интерес. Вот немного писали, я тебе эти вопросы транслировал. Вот, поэтому вообще все, что сегодня делает инженеринговый центр Даюнова, все, что делаете вы, вызывает большой интерес. И, соответственно, давай уже... Я тогда камеру буду отключать, чтобы не отвлекать внимание, чтобы в кадре был ты или там еще будешь кого приглашать. И, соответственно, буду включаться только когда наводящие вопросы, то есть те, что мы обсудили, чтобы структурировать о том, как и что сегодня рассказывать. Андрей? Да, добрый день, друзья. Я так понял, что в аудитории в основном люди, которые знакомы с проектом Даюнова, партнером которого являет я и моя команда. И, конечно же, мне очень приятно, что меня сегодня пригласили. И я в очередной раз расскажу, насколько это интересны моторы. Сегодня я не буду рассказывать про проект мотор Даюнова, если вы у нас пытаетесь ближе к той теме, которая нам сейчас очень интересна. Интересно нам создание электротранспорта уже с моторами Даюнова. Так как эти моторы показали себя достаточно хорошо. Сначала их испытали в лабораторию. В одной лаборатории, это в ВСАИ, АСПП, ВСАИ технологии. И в другой лаборатории, это АСПП, в России, это в Евангравии, Дмитриевской Франции Дюймов. Получилось так, что эти моторы стали показывать резерваты, которых никто не ожидает. Вот. Воспользовавшись этими моторами, мы поставили их на некоторые техники. Доброцикл, мотособак, электросани. И решили сами попробовать, насколько это интересно. Оказалось, да. Это интересно не только нам, а это стало интересно и всем вокруг. Люди до сих пор звонят даже из Америки и спрашивают, как, вот, что. Поэтому я считаю, что эта тема эффективна. Вот. И недавно совсем с компанией WePouch мы подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Наша команда Steam, это своего рода отелье, получила заказ по изготовлению первого двигательского средства автомобиля. Я так понимаю, это будет, скорее всего, перезал Аргус. И так как это перспективно, это направление фаршеринга, использование тактии. Вот, кстати, совсем недавно нам звонили из одной лучшей... Ладно, я хотел сказать, и бычая реклама, нет, это наша профессиональная команда. И попросили на нас, не надо было бы изготовить, 20 автомобилей, электричество или такти. Вот как раз эта тема, а то, что мы сейчас будем делать, это изготавливать в армию, это ведь его, смотреть, какие у него будут пробеги, насколько он будет, насколько надежный будет у нас на обеих. Вот это как раз вот этот первый этап. Он будет востребован не только в нашем строительстве, а в нем. Андрей, Андрей, прошу прощения, Андрей, очень много жалоб не слышно. Может, что-то можем с микрофоном сделать там или отодвинуть, действительно не слышно. Да, вот у меня сегодня не подключился. Сейчас слышно? Вот сейчас, чем ближе, тем лучше, да, да, да. Хорошо, у меня сегодня не подключился микрофон технический, видимо, батарейка села. В следующий раз я, сейчас я тогда буду говорить громко. Что не было слышно, на чем, на чем, с чего мне начать, Сергей? Давай, направь, наводящий вопрос. Сейчас, Андрей, мне, в принципе, было слышно, только глуховат звук был, ничего. Поэтому давай так же продолжай, все нормально, так сказать. А микрофон снизу ничем не прикрыт? Может быть, микрофон снизу этим держателем или чем-то? А, у меня, да, у меня почему-то автоматически отключился звук. Да. Все, вот сейчас, Андрей, когда чуть громче говоришь, все отлично, так что все, давай, продолжай, это самое, двигаемся. Рабочая встреча. Ну, когда вот совсем недавно к нам обратилась одна из организаций, это русские в Абхазии. Это такой ценность, да? Вся Абхазская зона, начиная от Сочи и до самого конца, она вся прибрежная уже. Поэтому, вот, хотели они использовать электрический камп. Они тоже обратились к нам по тому, чтобы мы переделали ДВС на электрический. И вот как раз тот самый автомобиль, который прибрежал. Так, подвис, подвис звук там что-то. Друзья, я изменяюсь, к сожалению, меня все время дергают. Вот, и вот тот самый проект, который мы запланировали с U-Tech, это изготовление Лардуса с мотором Дуинола, он как раз очень хорошо подходит и для других проектов. Для тех проектов, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться. То есть, это вот самое начало, и я очень рад, что U-Tech выбрала нашу команду. Что еще рассказать вам? Андрей, давай тогда по, вот, с самого начала, сейчас, как бы, вопросы. Это, собственно, вот то, что мы на конференции говорили. А почему, собственно, двигатели Дуинова? То есть, почему ты являешься таким сторонником двигателей Дуинова? Почему мы утверждаем, что технологическая революция началась именно с Дуинова? И почему вот это... Анатолий, у меня вебинар. Пока не звони, пожалуйста. Так, все, Андрей, давай. Да. Значит, почему двигатели Дуинова? Друзья, вот двигатели Дуинова на сегодняшний день – это революция вообще, революция в мире. Чем больше я знакомлюсь вообще со синхронными моторами, со синхронными машинами вращающими, это как раз то изобретение, которое было сделано 120 лет назад Доливой Добровольской. Доливой Добровольский запатентовал в 1896, по-моему, году трехфазный синхронный двигатель. И вот с тех пор эти моторы, они никак вообще не менялись, не менялись вообще. И Дмитрий Александрович Дуинов, вот, в 50-120 лет запатентовал новую обмотку. Обмотка названа «Славянка», потому что в двигателе намотана, американ… Американ, в двигателе намотана звезда и треугольник в одном моторе, и звезда, и треугольник. То есть пиковые нагрузки, которые происходят при включении мотора, они взлажены. В результате этого, ну, это как бы так вот, ну, чтобы было чуть-чуть понятно. В результате этого график такой очень гладкий, и экономия электроэнергии происходит до, в некоторых случаях, до 50%. То есть вот, Аристов проводил эксперименты в Таиланде, то есть он на предприятии общепромышленного назначения менял двигатели, и вот один двигатель показал 30% экономии электроэнергии, а другой показал 50% экономии электроэнергии. Вот, и это говорит о том, что даже самая небольшая батарея на сегодняшний день может проезжать, допустим, автомобиль может проезжать намного больше, чем он проехал бы на обычном двигателе. А в мире сейчас тенденция такая, что в основном для электротранспорта используется синхронный двигатель. Вот, ну, понятно, что там применяются и магниты, и DC, ну, то есть то, во что горах, но вот цена-качество, наиболее перспективные моторы, это все-таки моторы с обмоткой слоя. Вот, собственно, вот, раз, что я бы хотел сказать. Будут еще вопросы? Да, да, Андрей, давай тогда более подробно вот о том уникальном двигателе, который сейчас готовится для Ларгуса, то есть в чем вообще уникальность этой ситуации, в какое время и место мы попали, и какие на выходе у него будут характеристики, то есть почему мы говорим, что эта машина сама по себе будет уникальной. Вот смотрите, по характеристикам, ну, давайте, да, с самого начала, то есть Дмитрий Александрович Дюйвинов очень хорошо отнесся к нашему заказу. Было, ну, я не буду рассказывать все тонкости, но ему понравилась наша идея, и он сделал несколько вариантов двигателя, то есть не один, а несколько. И вот оба эти мотора, они должны были смотреть вчера, у нас не получилась поездка, вот. Ну, это и для меня, я перенесли, и не елась, потому что вчера было, что ребят, нет. Ну, вот, теперь мы перенесли поездку на ПЕСНО. То есть рассказать о характеристиках моторов я смогу немножко позже, наверное, на следующей неделе. Надеюсь, что я расскажу. Вот, но это, я вас уверяю, это очень хороший мотор, это настолько хорошие моторы, что я думаю, вот прям в дальнейшем. Ну, Андрей, это очень-очень хорошая интрига, как раз в следующую среду у нас будет повод, вот ты начнешь с того, что, какие характеристики и что закладываются уже эти моторы. То есть будем с нетерпением ждать результатов твоей поездки в пятницу, и, соответственно, ты нам расскажешь в среду. Как раз уже будет очень хорошая такая интрига. Ну, да, наверное, наверное. Вообще, вот, вы знаете, когда, вот, я, не все же понимают, вот, грая. Я смотрю, вот, мотор стоит на стене, вот, там, график, что-то Д, там, пота вращения, вот, и я, когда вижу сравнительную графику, то есть обычная синхронная мотор и мотор с повышенными обморками, я понимаю, насколько, там, минимум 10-20% всех характеристик и улыбки. Но вот это же графики, да, а мне всегда интересно было попробовать, насколько это, ну, так, руками пощупать, насколько это интересно в движении. И вот, по этой самой причине, все-таки, по-настоящему увидеть, насколько мотор хороший, можно только, в моем воспоминании, можно только, когда его ставить на какой-то автомобиль или двигательское кресло. И вот все моторы, которые мы ставили, ну, это, конечно, восторг. Пока это восторг, дальше посмотрим. Наверное, Ларбус, это, вот, как раз Ларбус покажет, насколько хорош мотор. И вообще, понимаете, вот, что мы сейчас делаем, вот, для совместных вопросов. Мы сейчас хотим понять, какие моторы нам нужны. То есть, вот, допустим, мы берем сейчас вот мотор, который мотается для Ларбуса, да, где-то, где-то, вот, его пробует. Мы понимаем, да, этот мотор нам подходит. Он перекрывает, вот, тот сектор двигателей, который будет устанавливаться на транспортные средства, то, что задумал про эти двигатели. Это смс, это, может быть, еще какие-то двигатели средства, средства для перевоза грузов, контейнеров. И вообще, вот, пока не забыл, чем хороши электрические моторы. То есть, вот, тот проект, который задумал U-Tech, он невозможен на БВС. То есть, там все кругом автоматика. Там роботы, там человек не управляет там. А для этого наилучим образом построить электрические моторы. Ну, и я надеюсь, что я получил два месяца. Алло-алло. Так, да, да. Андрей, еще такой вопрос, то, что, ну, вот, сейчас без корректировки реальных событий, там, мы без коронавируса никуда не войдем. Но ту солнечную батарею, которую еще должны были получить в конце года, когда вы планировали уже заключить и договор, и получать. Расскажи про эту батарею и про характеристики, как двигатель DUNO работает на этих солнечных батареях. Почему мы говорим, что это тоже революционный подход к нашему ларбингу. Смотрите, вот, уже несколько лет в Китае работает партнер Дмитрия Александровича. Это Виктор Ариста. Фирма его называется. АСП технологии. Виктор Аристов, очень удачно, зайдя на китайский рынок, получил уже очень крупный грант от строительства Виктор Ариста, потому что за то, что он видит технологию синхронных обмоток, технологию славянца на китайском рынке. Чем запределилась китайцам эта технология? Вот смотрите, там есть такой завод, это один из самых крупнейших в мире. Наверное, это самый крупный завод по улице с солнечной панелью. Так вот, стоянка этого завода заставлена керами, которые на Китае имеют солнечную панель. И вот, ну, они не получают такой серьезной популярности, потому что они очень мало двигают. Ну, то есть, их пробег очень мало. На тех моторах, которые стоят на этих зарах, не та солнечная панель, которая стоит на крыше, позволяет нам двигаться ограниченное количество времени. Когда Арисов поставил мотор с помеченными обмотками, так вот, это солнечная панель позволяет передвигаться кару с мотором Буинова в 3 часа. То есть, представляете, какой разрыв. И, конечно, мы не зацепились за изобретение, планируют проводить серьезные переговоры, я так понимаю, с Кириноградом. Но, вот, коронавирус, да, остановил все переговоры, но, надеюсь, в скором времени в Китае уже исправился, что это там. И все смотрит, когда все это будет. Андрей, тогда в практическом плане, вот понятно, что это покажут только испытания, но, как мы говорили, именно инженерные расчеты. Когда у нас на Ларгусе будет стоять солнечная панель, сколько по нашим расчетам этот автомобиль может двигаться на собственной энергии, то есть, исходя из которой он сам будет вырабатывать. Это расчетный, Андрей, я тебя за язык, как говорится, не это не тяну и не говорю, что это прям то, что мы считали. Смотрите, у нас сейчас есть параллельно бесс-форт для кругосветного путешествия, как я буквально заказал. Вот, его мы панели засчитали. То есть, ну, это двух с половиной тонн автомобиль, у него очень большая крыша, и солнечная панель на крыше позволяет ему один день за неделю и может быть, ну, теоретически, один день за неделю он будет ездить на солнечной зареги. Крыша у Ларгуса поменьше, но он и сам полетит. Но мы этих расчетов еще не проводим. Пока не проводим. Это те испытания, которые у нас впереди ожидают, правильно? То есть, это как раз то, для чего мы этот Ларгус и делаем, и то, что это будет фактически такая передвижная лаборатория. Да. Это будет именно передвижная лаборатория, и это будет первая передвижная лаборатория в России. Ну, осталось нам дождаться уже тогда, когда это начнется делать, но это все в ближайшее время мы... И, Андрей, тоже сразу меня очень много спрашивают, и тут уже от тебя, что мы полностью будем делать открыто, и каждый шаг, который будем производить и с испытаниями, и с изготовлением, мы, соответственно, нашим друзьям, нашим партнерам будем показывать. Как я уже говорил, Андрей, это такие правила игры. Я вообще не против. Я, наоборот, наставил. Вы поставили на то, надо это оснать, надо показать. Вот пока я еще не научился сам, наверное, у меня есть... Да, потому что, Андрей, интерес очень большой, и к тому, что мы делаем, и к тому, что ты делаешь с инженерным центром своим, и то, что делает Дуинов, и поэтому здесь как раз к нам прям уже претензия, что надо все более-более все это показывать открыто и по шагам, что конкретно происходит. Поэтому я думаю, что мы и Виталий обязательно в ближайшее время выпустим с его чертежами и на собак, и на сусликов, и на тот концерт, который мы готовим. Да, вас же сделать очень интересную картину. Я сам удивился. Я, честно говоря, типички в начале 8 месяцев, там, что забыл, я стердил, и в той команде, и в этой. Но вот Виталий, наш главный конструктор, меня вот там переубедил. Особенно, когда он мне показал, что... То есть он мне показал, что это все реально, и не просто реально, это очень-то не построено. И в ближайшее время будет вот так. Весь мир сейчас как раз занимается частями этой церкви. Кто-то там планирует перевозку, транспортную перевозку, доставку и так далее. Кто-то там перевозку любил, и в итоге догонялся, и все это все удобно. Вот. Но тогда, Андрей, я думаю, что в таком плане и в знакомство... А, ну еще более тогда бы, ну, то, что вы показывали на конференции собаку, и вообще это уже мое открытие, потому что когда вы мне показали собаку электрическую, я, честно говоря, сам тогда не воспринял, что это настолько перспективное направление. Но когда мы совместили, что эта собака – это многофункциональный робот, который может и быть тяговым тягачом, то есть таскать грузы, и быть основой для всех роботов, начиная с сельскохозяйственных и кончая там любыми земляными работами там копать, то немножко перспективность вот этого робота-кибердога, как мы его назвали, или вашей любимой собаки. Ну, экспериментально мы попробовали собаку на одной бутылке, и сейчас ведет разработка еще одной команды, которые имеют технические сотрудники, двух гусеничного робота, который уже будет робот, с возможностью подключения к нему гидравлического двигателя дополнительно. То есть это будет не просто электромотор, но там еще будет гидравлическая, которая будет позволять принимать, но у него невероятно грузы, и это уже архитектно готовый робот для строительства, для домов, для строительства. Его нужно как угодно использовать. Это МЧС, его гидравлическая. Ну, вот эту как раз функциональность мы покажем, что и в строительстве, и в перемещении, что это сам движитель для наших СМС, то есть, но который выполняет самостоятельные функции робота. И плюс, что это еще и, начиная, я говорю, уже от сельского хозяйства и кончая строительством, это просто широчайшее применение. И в этом плане как раз наши с тобой расчеты, я несколько раз это уже приводил, когда мы с тобой считали, сколько двигателей до Юнова нам надо проектировать в заводе, который мы будем ставить именно как индустриальный выпуск. И к какой цифре мы с тобой пришли? Ну, эта цифра, конечно, покажет дизельный, да, миллиарды двигателей, да. Но вот в Италии, он уже не более классический, ну, как в Италии, ну, а давай на РиАр, ну, давай на РиАр. А Виталий, я же вам посчитал, если завод будет написать один вилитый в минуту, то это всего 20 тысяч рублей, то есть тысяч вилитый в год. Поэтому вы можете представить, да, насколько огромный может быть рай, что здесь там, пусть идет не об одном заводе, большое количество заводов, они могут написать в разных странах, там же это будет удобно экономически выделить. и, кстати, Дмитрий Александрович был ему, когда начинал строительство своего инжинированного центра, вот, он как раз говорил, что после строительства инжинированного центра начнется транспорт технологии в целом мире. инжинированного центра, и ЮТЭЙЧ имеет сейчас все санкции быть первым в тратистике по строительству заводов, заводов в тратистике в мире. меня сейчас слышно, или, может быть, я отвечу, что слышно, но слабо. Андрей, Андрей, это самое, нормально все, как это, я говорю, для первого вебинара у меня даже наоборот такие технические вопросы, они даже правильно, даже нормально. Андрей, то, что мы говорили, вот как раз вот это понимание вы, которое мне показали именно универсальность с точки зрения двигателей, что мы сейчас отрабатываем на Ларгусе, который дальше пойдет и на собаку, и на гофера, соответственно, виды двигателей, вот от этих четырех видов двигателей, почему мы говорим, что этот завод, который покроет, ну, практически все с точки зрения роботов, которые будут выпускаться, вот эта универсальность. Да, я понял, я понял вопрос, посмотрите, когда я задал такой вопрос Дмитрия Санкевича и Дуинова, сколько может выпускать двигатели один завод? Вот у Дмитрия Санкевича там в переговорной помнице к мне висел проект завода, который это протокол тех заводов, которые будут продаваться. И один завод способен выпускать четыре типа двигателей. И мы сейчас хотим как раз понять, какие это будут двигатели. Вот внутри станции есть мотор мощностью 2 кВт номиналя. он размером с котельницей. Я видел его своими глазами, я видел, как он работает, это, конечно, уникальность. Просто уникальность. То есть, он развивает мощность до 60 кВт, его можно вставить, представляете, на какой-нибудь маленький робот, который будет перевозить коньки для тех, кто любит кататься, на коньках, или птицы, для тех, кто любит фактически. И мой бы того, что его можно использовать в видеоэлектроинструментах практически во всей видеоэлектроинструментах или птицы. А дальше в «Намотособаке» мы использовали «Девиновский» мотор, который, как раз, изготовил Алик, который получил для него огромный приз от правительства Вейхая, денежный приз для продолжения исследования. Это очень уникальный мотор. Я вам скажу, что у Дмитрия Сленко и у Дмитрия Александрова аналогичные мотори. И он превосходит по своей характеристике «Девиновский» на «Девиновский» это следующий. То есть это уже следующий робот. Дальше «Ларвус» это третий мотор. Его можно использовать на этом месте. Вот приблизительно три мотора, которые нам будут нужны. Ну осталось может четвертый и третий можно уже оставить этот робот. И соответственно сейчас Андрей что сама проектировка компоновка завода уже понимание есть и инженеринговый центр Дуенова уже эту работу провел. То есть какое оборудование какие площади какая компоновка соответственно это сегодня уже все разработано и нам остается уже как с тобой как совместному проекту уже только привязывать это к местности. Это вот как раз наша командировка куда мы собираемся уже именно ехать на то место и привязывать завод уже непосредственно к тому где он должен стоять. Наверное. Когда речь идет из правительства там нужно предоставить все чтобы получить согласие всех сторон. Это серьезные переговоры. Там завод не проблема а он уже есть. То есть там очень серьезный очень очень серьезный мощный это там 150 человек работают которые сейчас будут строить особые геномические зоны в Алабовке и это как раз прототип тех самых заводов которые будут уже производить в вот ну что Андрей я думаю что для первого раза так сказать не будем сейчас перегружать и тебя и наших слушателей вот я думаю что Андрей это опять же то что по звуку сейчас было это я считаю для первых вебинаров это абсолютно нормально это рабочая встреча рабочая такая наша внутренняя поэтому отстроимся сделаем это как раз ничего страшного в этом нет вот самое главное Андрей я очень тебя благодарен что ты согласился ну и это наше продолжение нашей той работы которую мы делаем уже инженерингово производственную что ты подключился уже именно к информационному полю потому что как я тебе говорил это своеобразная часть бизнеса потому что и партнерам и нашим инвесторам им надо показывать что мы делаем не просто рассказывать какие-то красивые слова а мы ту цель и мы как раз с тобой сошлись в том плане что любая ноу-хау инженерия если она не доходит до индустриального выпуска если наша задача нет цель не завод выпускать то это все пустая работа и то что мы как раз все испытания проводим это только для того чтобы подготовить уже индустриальный промышленный выпуск тех и роботов и машин которые мы делаем в этом плане мы сразу с тобой нашли друг друга ну а когда вы показали мне собаку вот соответственно я просто не понял что это такое а когда мы совместили это с идеей смс что это фактически двигатель внешний тягач внешний тягач и нам на смс не нужны свои двигатели то это конечно получилась мощнейшая идея ну а дальше уже как говорится с нашей стороны я думаю что тот концепт который мы принесли того робота который Виталя уже и рисует и делает и проектирует это наш суслик это конечно просто уже следующий шаг ну просто в мировой доставке в мировой торговой системе это то что дальше пойдет активно активно развиваться поэтому друзья сейчас уже ну не то что приоткрывая а сразу анонсируя я могу сказать что мы буквально вот в течение этого месяца вот с командой Андрея должны сделать определенную визуализацию тех машин тех роботов тех первоначальных чертежей эскизных естественно что мы вам сразу начнем показывать чтобы было понятно куда будут уходить эти десятки сотни миллионов двигателей и чтобы востребованность в этих двигателях просто колоссальна потому что это формируется новое направление новой логистики нового бизнеса то что мы сейчас будем делать это опять же Андрей то что мы проговаривали логику на ларгусах это уже бизнес здесь и сейчас мы будем сначала покупать двигатели у инженерингового центра до Юнова потом лицензионные двигатели которые будут производиться в Китае следующим шагом это уже производство своих двигателей для тех изделий которые мы делаем и в этом плане вот то что сейчас Андрей комплектует как мы это назвали эко-кит то есть именно комплект который будет устанавливаться на любую машину переднеприводную с разрезным мостом соответственно это сам по себе уже интересный бизнес и как Андрей обозначил у нас на это уже сегодня идут заказы поэтому начиная как мы уже говорили до конца этого года мы там одну-две сотни машин во всяком случае планируем запустить уже в эксплуатацию вот так что ну Андрей спасибо еще раз за участие я думаю что мы еще технически сейчас с тобой отработаем в следующую среду в 19 часов мы тебя будем уже ждать со слайдами мы тебя будем уже ждать с фотографиями и будем ждать уже с более таким подробным технологическим отчетом о той уникальности двигателей потому что ты так краем уха сказал что ну для нас Дувенок сделал там определенный свой двигатель то есть аналогов этого двигателя нет нигде ни у кого я же правильно понимаю звук звук да 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 такого аналога нет ни у кого я вас уверяю если только будет у нас то время конечно можно выгодить на первую так что всем хорошего вечера успехов до свидания спасибо что вы слышали меня Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич можно буквально две минутки мне есть что сказать и будет интересно думаю всем в том числе и Андрею давай 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 Валерий Николаевич сейчас секунду камеру будешь включать да конечно обязательно друзья приветствую всех рассказываю вчера у меня состоялась часовая беседа с одним из руководителей автосервиса одного из самых мощнейших автосервисов города Магнитогорска он с определенным скепсисом отнесся сначала к идее ну это интересные конечно ваши подачи и прочее я ему сегодня утром вернее вчера утром отослал большой перечень наших всех ресурсов он посмотрел это все сегодня выходит на меня и первый его вопрос представьте себе когда вы покажете Ниву Эко Ниву я говорю пока мы сконцентрировались на Ладу Ларгус в последний момент было изменение решения он говорит мы работаем с Ладой очень плотно с 94 года и мы знаем и Ниву и Ларгус до Винтика и спрашивает как там это все будет установлено я говорю как раз вот это перспектива того что мы каждый шаг будем показывать на видео он говорит это крайне интересно держите меня в курсе а на каких условиях я могу поучаствовать вот об этом мы скорее всего ближайшие дни с ним будем разговаривать это очень хорошо очень отлично и как раз Валерий Николаевич мы и будем сейчас отрабатывать и здесь логика будет одна это только логик франшизы поэтому это как раз наши партнеры которые в регионе по франшизе которые будут Андреем комплектовать эти пакеты эко-киты вот соответственно почему они сейчас будут именно комплектоваться потому что двигатели заказываются в одном месте контроллеры в другом месте батареи мы сейчас берем тоже различные вот нам в этом году обещают как минимум три революции в батареях поэтому соответственно как они будут подходить мы будем им комплектовать дальше по желанию точнее по необходимости пакета мы будем комплектовать и солнечными батареями и бензиновыми хондовскими двигателями полкиловаттными и не исключено что даже велотренажером что если кому-то надо будет крутить педаль и вырабатывать электроэнергию и на это электроэнергию машина может ехать вот это как экстремальная вещь а может быть просто такой будет электровелосипед такого-такого уровня вот это тоже посмотрим вот соответственно Валерий Николаевич как мы и проговаривали это очень правильный вопрос это то что и Андрей обозначил что формирование бизнеса уже идет сейчас я на вчерашнем вебинаре говорил что у меня сейчас очень плотные переговоры идут с командой Яндекс.Доставки который тоже просто говорит как только вы продемонстрируете характеристики машин о которых вы сейчас говорите и если это все подтвердится мы у вас заберем закажем все машины которые вы можете сделать на там несколько лет потому что сегодня логистика доставки она уже работает очень и очень активно поэтому это как раз вот исходя из того что Андрей говорит что мы занимаемся очень нужным и востребованным сегодня бизнесом с точки зрения инженерных решений революция уже произошла двигатели уже есть сегодня они комплектуются контроллерами существующими батареями сейчас подходят еще 2-3 соответственно таких революционных скачка с точки зрения батарей и это как раз показывает перспективу что наши эко-комплекты которые будут эко-киты которые будут идти и в смарт-кар-шеринг и в систему доставки он будет только-только улучшаться я думаю практически с каждым месяцем потому что событие начинает развиваться очень быстро с точки зрения предоставления нам условий которые есть так что Валерий Николаевич очень все правильно очень все своевременно и это плане как раз ты у нас всегда же стоишь как пионер всегда впереди условия поэтому как раз вот на ваших глазах вы видите что мы отрабатываем сегодня уже логику построения франшизного бизнеса то есть мы не будем сами по всему миру устанавливать эти комплекты на машины наша задача это их комплектовать то есть по программе Леонардо мы будем заказывать как я уже сказал все двигатели которые может сделать сейчас инженеринговый центр Зеленограда потом будем заказывать как только выйдем за пределы нам надо будет больше двигателей будем заказывать их уже лицензионные у Арестова в Китае следующий шаг друзья это соответственно завод со своими двигателями это следующий этап но это все развитие как вы понимаете в любом бизнесе самое главное это поступательное развитие к укрупнению к соответственно к более системному и более развитому бизнесу что мы как раз будем а то что Валерий Николаевич сейчас говорит и мы это с ним проговаривали сейчас переходим к практическим шагам это о том как мы будем формировать уже наших партнеров которые непосредственно будут строить бизнес на наших комплектах уже устанавливая их на непосредственно машины для заказчиков вот так что я думаю что в этом плане все идет абсолютно правильно и все будет очень и очень интересно так ну что друзья давайте тогда в этом плане Андрея конечно всегда очень интересно слушать мы с ним сейчас ну и общаться я бы не сказал что просто слушать а именно в рабочем таком моменте и я сейчас практически каждую неделю с его командой общаемся сейчас мы как я уже говорил стоим на этапе проработки эскизных чертежей и именно прототипов тех роботов которые мы будем прям в ближайшие месяцы изготавливать как Андрей сказал уже сейчас идет вторая модификация уже кибердога то есть это многофункционального робота который будет и тягачом соответственно и самостоятельным роботом сейчас формируется друзья интереснейшая программа о ней мы чуть-чуть позже начнем говорить что когда мы сделаем первую серию небольшую серию наших кибердогов то есть собак вот этих вот автоматизированных самостоятельно движущихся роботов соответственно одно из направлений которые у нас есть сегодня очень интересные партнеры это именно их сельскохозяйственное применение и для небольшого фермерского хозяйства мы сейчас заключаем договора и прорабатываем именно бизнес план что один такой робот может обслуживать хозяйство до тысячи коров соответственно со всем хозяйством и со всем сопутствующим соответственно инфраструктурным обслуживанием которое при этом есть и в этом плане как раз будет очень интересно посмотреть как этот робот будет работать какие работы он будет а с учетом что у него свое позиционирование у него своя система внешнего наблюдения то есть он сам связан с квадрокоптером который позиционирует его с точностью до миллиметра на местности вот поэтому друзья это тоже интереснейшее направление но вы много чего друзья увидите интересного за ближайшее время за этот год за следующий год потому что мы сейчас делаем первые робкие шаги сейчас скажем там команда Виталия Сергея Андрея вот они сейчас скажем так бьют копытом и в этом плане у нас единственный сдерживающий сегодня только объем финансирования то есть насколько мы можем сегодня продвигаться а планы у нас расписаны уже на год вперед мы на год вперед знаем уже что мы будем делать как мы будем делать и по мере того как интерес инвесторов и партнеров будет к этому увеличиваться по мере того как будут развиваться уже соответственно бизнесы которые сегодня уже приносят прибыль как я уже говорил это и экокомплекты и экокаршеринг соответственно мы будем расширять и свою инженеринговую программу и свою линейку тех роботов, которых мы будем проектировать, изготавливать и дальше уже ставить на индустриальное применение. Индустриальное именно и выпуск, и запуск к применению. Поэтому, друзья, в этом плане United Technology Industry стоит абсолютно на правильном пути. Мы выбрали единственное, на мой взгляд, правильное сегодня именно трендовое направление. Все, что связано с прикладной футурологией. И в этом плане, друзья, сегодня задача была донести до вас о том, что технологическая революция началась. Не мы ее начали, друзья, она шла, вот видите, Дувинов десятки лет это разрабатывал. Сегодня это пришло уже к тому, что эти двигатели готовы, уникальнейшие двигатели. Сегодня заводы по их выпуску проработаны, сейчас начинается процесс масштабирования. И в этом плане, друзья, какую мы свою лепту вносим, как именно United Technology Industry, Андрей очень скромно, как бы так сказал. Но дело в том, что это мы инициировали процесс создания именно двигателя вот с такими характеристиками, с габаритами и с мощностью. Потому что мы попросили, что нам нужен такой двигатель. Дувинов давно, как он признался, у него в голове крутилось. И именно под заказ Андрея Лобова он изготовил этот двигатель. И опять же, он оказался настолько уникальный. То есть даже сегодняшние все наработки, они уже оказались в прошлом. И в этом плане сегодня этот двигатель находится на испытаниях, на сертификации. И как раз к тому времени, как мы его поставим уже непосредственно на лабораторию, на первую, на Ларгус, мы будем уже иметь его характеристики для того, чтобы получать именно сертифицированный пакет. А у Дмитрия Александровича Дувинова сейчас уникальнейшая лаборатория. Я думаю, что, не ошибусь, меня Андрей может поправить, но таких лабораторий в мире сейчас, наверное, там единицы. Я вот знаю, что есть такая лаборатория у Парше в Германии, есть лаборатория такая у Илона Маска, соответственно. И вот, наверное, третья лаборатория сегодня по уровню оснащенности, по уровню того, это вот у Дмитрия Александровича Дувинова. Вот, поэтому, соответственно, со всеми характеристиками двигателей, которые мы получим, соответственно, мы дальше уже будем формировать уже потребительское качество, и дальше уже наша задача четко понимать, какой расход электроэнергии, какой запас хода, какая надежность, количество зарядок и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы этот пакет был более и более востребованным. Но здесь у нас тоже, друзья, свой подход, и мы тоже его декларировали, что первую партию машин, которые мы сделаем. То есть, ну вот, ближайшие там месяцы, друзья, это опять же все будет зависеть от сейчас внешних факторов. Сейчас Китай закрыт, соответственно, мы вот уже второй месяц эти батареи, которые должны были уже давно приехать, соответственно, не можем получить. Контроллеры заказали, соответственно, тоже все... Ну, опять же, друзья, это не от нас зависит, это реальность, это тот мир, в котором мы сейчас живем. В этом нет ничего хорошего, но и, наверное, ничего сильно страшного. Вот, все идет в своем... Ну, сдвинуться чуть-чуть строки. Форс-мажор есть, форс-мажор. Во всех, друзья, юридических документах написано война, эпидемия, землетрясения, стихийные бедствия, там, так далее, так далее, это является форс-мажором. Поэтому, ну, то же самое на наши планы. Форс-мажор начинает оказывать влияние. Но в этом плане, друзья, как мы вчера, из вчерашнего вебинара открыли основная логика, что ценность сегодня того, что мы делаем, и именно ценность того, что мы делаем к тем инвестициям, которые сегодня осуществляют партнеры, это как раз мы под них определяем интеллектуальную собственность, которая переходит в индустриальный выпуск. Если нет индустриального выпуска, а тем более, если за технологией, за инвестицией нет ноу-хау, нет интеллектуальной собственности, друзья, это пустые на сегодняшний момент инвестиции. Ну, это вот сопоставимо с чем? Что, ну, вот все сегодня накупили себе гречки, туалетные бумаги, там, тушенки, все запили там себе это все, все сидят, сейчас ждут, но это, друзья, не инвестиции, чтобы вы понимали. Это, это даже запасным парашютом не назвать никак, это просто некая плата за спокойствие, когда вы думаете, что вы это пересидите, потому что у вас есть определенный запах. А вот дальше инвестиции. Сейчас народ заметался, у меня каждый день идут обращения покупать доллары, не покупать доллары, покупать наличные евро, не покупать наличные евро. Вот это, друзья, уже вопрос для аналитики, вот это вопрос уже для входа. И я вчера на вебинаре говорил, что, друзья, я, конечно, далек от такой мысли, но проскакивают заявления сегодня властей Соединенных Штатов, которые говорят, что при таком дальнейшем развитии вируса и эпидемии за пределами Штатов, они могут ввести ограничения по приему наличных долларов, которые находятся за пределами Соединенных Штатов. Ну, другими словами, это дефолт наличных долларов. Вот, поэтому, друзья, при таком раскладе, я бы сейчас, не знаю, рекомендовал я кому-то покупать наличные доллары или не покупать. То же самое сегодня с экономикой Европы, которая просто останавливается сегодня из той эпидемии и, соответственно, той больше даже не самой развития вируса как такового, а тех панических настроений, которые идут сегодня в обществе. Соответственно, это тоже вопрос, что будет с экономикой Европы, как она переживет и что будет дальше происходить. Можно анализировать, друзья, наверное, не раньше, чем через месяц. Вот, сегодня просто говорит о том, что когда паника нарастает, когда противостояние на нефтяном рынке нарастает, когда политические противоречия просто нарастают. И у нас здесь в России, я думаю, что за ближайший месяц сюрпризов будет столько того, что есть определенные события, связанные с проведением референдума, с изменением Конституции, с изменением стратегии правительства. Поэтому мы тут каждый день тоже видим что-то новое. И, соответственно, для нас, друзья, как людей, которые абсолютно не занимаются политикой, мы далеки от этого. Мы занимаемся только инженерией, только построением бизнеса, только трендовыми инновациями. Все, друзья, больше нас в этой жизни не интересует ничего. То, что мы пересекаемся и по анализу, когда заглядываешь вперед тем или иным методом, пересекаешься с политической аналитикой. Здесь, друзья, уйти от этого никуда нельзя. Я приводил пример Сергея Юрьевича Глазева, который в 90-м году сделал прогноз на 30 лет экономики развития Советского Союза. Как вы понимаете, с точки зрения культурологии, он оказался неправ, потому что через год Советский Союз исчез. И те 15 республик, которые возникли на его, их ни в коем случае нельзя было рассматривать ни как правоприемника, ни тем более как стратегию развития целой территории, которую он закладывает. И еще с точки зрения футурологии, я не могу никогда это вникнуть, потому что это действительно очень такой интересный факт, что Сергей Юрьевич Глазев с точки зрения прогноза на пятый технологический уклад в 90-м году не увидел такого маленького рынка и такой маленькой составляющей, как интеллектуальной составляющей, другим словами, интернет. Он просто этого не увидел. И интересно, когда я задавал ему вопрос, Сергей Юрьевич, вы делали анализ в 90-м году, вы показали структуру экономики, нефть, газ, строительство, все машиностроение, все интересно, а где интернет? Где самые крупные отрасли? Так вот, оказывается, за год до того, как это стартовало, главный прогнозист этого не увидел. Вот. Соответственно, это цена вопроса. Так вот, в данном случае сегодня, друзья, опять же, исходя из терминологии Сергея Юрьевича Глазева и Кондратьева, которые являются основой теории именно технологических циклов, сегодня эта революция началась, сегодня начался переход, сегодня началась именно та эра, которая открывает новые окна возможностей, когда формируется новая индустрия. И в этом плане, друзья, очень важно понимать, почему в этом плане мы считаем, как наша и определенная миссия, и определенная с точки зрения именно построения бизнеса, трендового бизнеса, мы говорим, друзья, мы знаем, куда будут использованы миллиарды двигателей по технологии Деюнова. Значит, соответственно, следующий вывод из этого, все, кто инвестировал в технологию Деюнова через Solar Group, они будут получать стабильные и очень высокие дивиденды, это раз. И второе, что двигатели, которые будут крайне экономичны, очень экономичны и, соответственно, они будут очень серьезным бизнесом. Поэтому тот, кто будет инвестировать в индустриальное производство этих двигателей, это также очень эффективные трендовые инвестирования. Это то, что мы сегодня делаем и говорим, что наша цель, друзья, это в этом году начать уже проектировку и привязку завода первого, как минимум, к уже территории с тем спроектированным заводом, который сделан в инженеринговом центре Деюнова. И следующий этап – это уже построение целой серии, целой линейки заводов, которые будут не только выпускать двигатели, но и корпуса для этих двигателей, и контроллеры, и, соответственно, компоненты для выпуска роботов. И следующий шаг – это выпуск самих роботов. Это как раз та цель и задача, которая перед собой станет ставить United Technology Industry. И вот эти как раз роботы – это и будет основа Юнета, это и будет основа того бизнеса, который сегодня запускается и зарождается. И в этом плане, друзья, мы вам много будем что рассказывать и показывать, именно комментируя одну мысль, что за последние 30 лет жизнь изменилась радикально. Ну, не буду уже сто раз говорить. Это самое, что если кто-то будет говорить, что не так сильно изменилась, друзья, даже неинтересно обсуждать. Изменилась радикально с точки зрения получения информации, хранения, обработки, использования, соответственно, создания самой этой информации. И в этом плане, друзья, я могу сказать, что за ближайшие 10 лет, благодаря работе и инженерингового центра Дмитрия Александровича Бывинова, и инженерингового центра Андрея Лобова с его командой, и, соответственно, прикладной футурологии, которую продвигает United Technology Industry, вы увидите изменения, которые будут более радикальны. Что значит более радикальны? Они будут более существенно влиять на жизнь каждого человека, чем появление интернета. А вот как, друзья, это будет происходить? Как на этом построить бизнес? Как на этом зарабатывать? Вот это как раз и есть вся наша работа. Это и есть то, что мы сегодня вам показываем как инновационный навигатор. И самое главное, друзья, мы вам показываем, как это будет инженерно реализовываться и, соответственно, применяться. Вот дальше мы будем еще подключать и вам показывать ряд технологий. Следующий, кто тут про бензоботы задает вопрос. Но, друзья, бензоботы сейчас мы определяемся, как дальше и какими темпами начнет развиваться этот проект. Потому что, как вы понимаете, на нефтяном рынке сейчас происходят мощнейшие изменения с точки зрения ценовой политики, стратегии, нефтехимии. Вот. Поэтому здесь, друзья, наверное, сейчас в течение месяца мы очень существенно изменим свой подход, свою стратегию к формированию проекта бензоботов. Вот. Это не значит, что этот проект не перспективно не пойдет. Просто сегодня реальность начинает вносить корректировки. И мы, как именно технологический фонд, который работает с инновациями, мы на это должны, соответственно, реагировать. И в этом плане, друзья, я думаю, что все будет и абсолютно воспринято и с пониманием, и с определенным доверием к тому анализу и к тем выводам, которые мы сегодня делаем. Вот. Поэтому, друзья, завтра у нас 19 часов технико-экономический вебинар, то есть который будет построен именно на анализ тех событий, тех трендов, которые происходили за неделю, которые происходят в сегодняшнем мире, окружающий наш проект, то есть как это мы называем, тот шторм, который идет за пределами нашего инновационного ковчега ЮТЭК. Вот. Соответственно, не забывайте распространять информацию. Тем более, друзья, сейчас время начинается благодатное. С точки зрения нашей работы ограничения по перемещению, ограничения по выходу из дома. Поэтому, друзья, как говорится, все подошло к тому, что есть время, чтобы изучать и более подробно посмотреть. Есть, чтобы пообщаться с единомышленниками. Есть время для того, чтобы кому-то сообщать об этой информации. Есть время для того, чтобы на этом зарабатывать, друзья. Поэтому с точки зрения наших активных партнеров, я уже с многими общаюсь, они говорят, друзья, время подошло просто-просто благодатное. Поэтому, друзья, давайте, пока нам судьба дает такие возможности, то есть по времени, давайте их использовать плодотворно, чтобы максимально привлекать и распространять эту информацию, максимально доводить ее до новых людей, максимально при этом, друзья, зарабатывают. Потому что просто-мен бизнес сегодня у нас работает более и более эффективно, совершенствуется личный комбинет, работает сайт, платежные системы, доведение информации. Поэтому, друзья, тот, кто активно сегодня работает и готов подключиться к продвижению, запуску сети Юнет, то есть именно к новой глобальной логистической системы, именно к тем бизнесам, которые будут основой следующего технологического витка и участвовать именно в индустриальном производстве тех товаров и услуг, которые будут наиболее интересны и привлекательны. В этом плане, друзья, у вас есть уникальные возможности и те окна возможностей, которые сегодня открылись, друзья, они безграничны. Поэтому не упустите свою возможность. Соответственно, изучайте, смотрите, подключайтесь. Ну и уже с точки зрения, друзья, такой обычной уже логики построения информационного бизнеса в интернете, приглашайте новых людей. Мы для этого делаем специальный вебинар, специальную встречу в 18 часов в понедельник. Распространяйте информацию, которую есть. Подключайте к вебинарам людей, которые сегодня сомневаются или хотят более подробно получать информацию. Давайте, друзья, эту работу мы ведем, эту работу мы будем дальше расширять, потому что бизнес, который сегодня формируется, друзья, он ориентирован на завтрашний день. Он начинается уже сегодня, но основные, конечно, и преференции, дивиденды он будет давать завтра. И в этом плане как раз, друзья, очень важно понимать, что сегодня в сложнейших кризисных условиях, опять же, друзья, кризисные, это сменные условия. Никогда старый новый вклад, не менялись безболезненно и просто так. Друзья, это логика смены технологических укладов. В этом плане, опять же, задают много вопросов. Во что инвестировать, в чем сохранять? Вы должны понять первую логику и вообще первое правило любых кризисных явлений. Вы как инвестор, вы как держатель актива потеряете в любом случае. Нельзя пройти этот кризис без потерь. В чем бы вы сейчас не хранили свои инвестиции или свои сбережения? Единственный случай, когда вы можете сохранить, а еще и увеличить или приумножить свои сбережения, если вы их инвестируете в инновации, в интеллектуальную собственность, за которым стоит производство. Если вы выбрали такое направление и оно оказалось трендовым и верным, то тогда вы, соответственно, сделали правильное решение, тогда вы не потеряете. А другими словами, если говорить экономическим языком, что доходность и венчурная премия, которая будет на ваш рисковый капитал, она перекроет те потери и те убытки, которые вы получите в традиционной экономии или которая съест инфляцию или падение соответственно курса. Ну, это все описание одного и того же процесса. Таким образом, друзья, эти процессы идут параллельно, они не пересекающиеся друг с другом. И только вы, как инвестор, который формирует диверсифицированный свой пакет, можете определить, что сегодня оставлять в традиционных активах, в традиционной экономике, в традиционных сегодня подсчетных инструментах, что инвестировать в рисковый, потому что будущее, венчур, это всегда риск, друзья. Будущего не знает никто. Его можно анализировать, его можно предсказывать, его можно прогнозировать с точки зрения индикативных показателей, но знать будущее не может никто. Соответственно, насколько более точно вы окажетесь в прогнозах, в трендах и в экстраполяции событий, которые вы выбрали, настолько вы будете и удачным венчурным инвестором, и удачным финансистом, и человеком, который выигрывает на инвестициях прошлых, а не проигрывает. В этом плане сегодня, опять же, вчера у нас был анализ, это то, что произошло с биткоином, который упал в два раза, с призмом, который упал в три раза за эту неделю. Это как раз, друзья, пока ни о чем не говорит, это надежный актив, ненадежный актив. Пока можно сделать однозначный вывод. Экономика вся взаимосвязана, она глобальна. И в этом плане изменения на нефтяном рынке, извинения, политические системы. Коронавирус, то есть, соответственно, эпидемические угрозы, которые сегодня идут именно с точки зрения уже построения процессов, которые сложились. То есть, понимаете, да, что сегодня как раз за счет нарушения сложившихся процессов начинается та паника, которая приводит сегодня к огромнейшим потерям компаний. То есть, мы с вами через месяц начнем уже наблюдать начало банкротства таких компаний, которые, казалось бы, стоят очень прочно. Но это, друзья, все нас ожидает в ближайшее время. Поэтому, друзья, в этом плане все эти внешние условия, они как раз и давят на традиционную экономику, чтобы она начала видоизменяться. Но самое главное, друзья, она начинает создавать основную площадку для новых внедрений инноваций, которые есть. И я вам приводил пример, друзья, что мы бы очень долго рассказывали о логике, что наше СМС, то есть смарт-мобильное пространство, смарт-мобильное это персональный, соответственно, скафандр, который не берет ни вирусы, ни внешнюю среду, а защищает человека и создает новую свою персональную для человека экосистему. И в этом плане многим казалось, что это когда-то будет востребовано, это когда-то будет интересно. Но сегодня, когда все понимают, что путешествие ограничивается только потому, что вы контактируетесь с внешней средой. Вы не болеете, а рядом в самолете летит человек, замкнутое пространство. И все, кто летит в этом самолете, они все инфицированы. Потому что сегодня система кондиционирования и основная проблема вообще авиации сегодня – это те вирусы, которые живут внутри самолета, внутри экосистемы кондиционирования и отопления. Поэтому сегодня только крупные и очень серьезные компании могут позволить дезинфекцию всего самолета после каждого полета. А как вы понимаете, один инфицированный пролетел и дальше кто в этом самолете будет летать, он будет постоянно заражаться. Потому что вирус, он обладает таким свойством, что он постоянно плодится. В этом его очень нехорошее качество. И в этом плане, друзья, перемещение, когда вы находитесь в своем замкнутом пространстве и вы едете в машине, потом летите в самолете, потом едете в железной дороге, потом приезжаете в гостинике, включаете, открываете пространство, и вы этим пространством не, соответственно, не контактируете. Андрей, какие извинения за плохой звук это самое? Давай, мы очень рады тебя были видеть, ты нам очень дорог и очень рады при любом звуке. Более того, это есть определенная интрига, что в следующий раз будут и новости более инженерные, и, соответственно, звук более хороший. Всегда будущее должно быть более привлекательнее, чем настоящее. Поэтому, Андрей, тебе еще раз большое спасибо. Ни в коем случае не заморачивайся на предмет, что кто-то что-то не услышал. Друзья, это очень хороший фильтр. Тот, кто не хочет слышать, какой бы идеальный ему сейчас звук был, какая бы картинка ни была, и что бы там Андрей не рассказывал, если человек не хочет это слушать, он это не услышит. А тот, кто хочет, заинтересован, он несколько раз переслушает, приставит ухо к динамику и сделает определенные и выводы из того, что звук есть. Поэтому для того, чтобы эта информация дошла до того, кого надо, это даже определенный уровень такого фильтра есть. Поэтому, Андрей, все нормально для первого... Это я вспоминаю, когда первые вебинары с Юницким вели еще в 2014 году. И так же вели, и у него был плохой звук в петличке. Там какой-то умник писал, что купите профессору микрофон. Вы что там, не можете организовать его звук? Вот. А я тогда говорю, друзья, вы пишите и используйте эти вебинары, потому что придет время, когда вы будете ловить эту информацию, а вам ее никто просто так давать не будет. Так что все это, друзья, абсолютно нормально. И второй очень важный момент, друзья, который надо четко понимать, что еще одно веление нашего времени – это сейчас эпидемия, закрытие школ, огромное количество детей, которые будут сидеть дома, которых надо чем-то занять. Вот. И в этом плане, опять же, у меня жена занимается сейчас образовательным центром подготовки ОГЭ-ЕГЭ, дистанционным образованием, иностранными языками. И в этом плане вы не представляете, насколько ее центр сейчас оказался востребован, потому что все дети дома, им надо готовиться к занятиям. Традиционные школы просто не готовы для того, чтобы сегодня переводить все на дистанционное управление, там хотя бы в тот же скайп или зум. А вот такого рода центры сейчас, ну, она тоже по франшизе работает от Лайнсманскул, соответственно, это оказалось очень крайне востребовано. Я вижу, как сегодня именно новая система образования, насколько они оказались востребованы, они взлетают сегодня по востребованности, и насколько бездарно выглядит наша традиционная школа, которая вообще ничего не может противопоставить. Мало того, что она знания давала уже непонятно на какой грани именно востребованности этих знаний с точки зрения и доведения информации, и компетенции тех учителей, которые есть. А сегодня время показало, что это просто уже ушедшее время. А для нас, друзья, это очень важно, потому что вся система образования в ближайшее время она перейдет в СМС. То есть человек, который будет находиться в СМСе в этом информационном поле, он будет там защищен, он будет заниматься спортом, он будет дышать кислородом, и при этом он будет находиться в образовательном процессе. Это как раз следующий пакет, который мы готовим уже медицина, образование и досуг, то есть игры и путешествия. Это вот следующий пакет ЮД, который мы будем где-то к концу весны вам представлять на суд и убеждать вас в том, что инвестиции в ЮД уже образца мая 2020 будет не менее привлекательной, чем ЮД образца 2019 декабря месяца. Ну все, друзья, на этом я буду сегодня заканчивать. Видите, у нас такой некий новый формат общения, то есть следующий мы ждем опять Андрея, вот потом посмотрим следующий, то есть мы будем как бы так отрабатывать, насколько будет информация, которую надо доносить, насколько технологии, то есть мы сейчас начинаем сотрудничать уже с еще одним инженеринговым центром технологии, это Леонида Цоя. Это тоже то, что мы будем готовить уже в нашем индустриальном кластере, то есть это уже крекинг и получение новых материалов, опять же, для производства наших же роботов. Друзья, у нас нет ничего постороннего. Если мы подключаемся к какой-то технологии, то только потому, что она нам нужна. Соответственно, только потому, что мы сами являемся ее потребителями. Точно так же мы и подключаемся к технологии Дмитрия Александровича до иного, то есть продвигая и популяризируя ее как перспективное трендовое направление. И в то же время мы являемся заказчиками на эти двигатели, на индустриальном производстве. Точно так же на технологию, то, что сейчас делают те изделия, которые делает инженер индустрии центра уже Андрея Лобова, и то же самое, то, что будет делаться уже с крекингом и с получением новых материалов. Ну все, друзья, больше не будем вас на сегодня задерживать, но я думаю, что начиная со следующей неделе времени у людей все будет больше и больше, во всяком случае, то, которое можно тратить уже на науку, на изучение, на себя, на бизнес в интернете. Поэтому, друзья, давайте это время использовать все более и более эффективно. И для нас, для Юнайтеров, друзья, это сегодня очень полезное и очень позитивное время, поэтому давайте распространять эту информацию и зарабатывать на том, что это будет очень интересно и очень востребованным людьми. Все, друзья, на этом прощаюсь до завтра, до 19 часов. Завтра у нас технико-экономический вебинар, где как раз будет несколько аналитика, связанная с теми процессами, которые происходят. Вот завтра как раз я вам покажу те тренды, которые были и обозначились уже с долларом, с евро, с рублем, с нефтью, с биткоином, соответственно, с призмом, с ютом, обязательно вам покажу. Вот, соответственно, это все тема завтрашнего нашего вебинара. Вот. Поэтому, друзья, рабочая наша неделя продолжается, рабочая наша логика сегодня выстраивается, поэтому, друзья, нам сегодня вне зависимости от внешнего шторма, как он сильно там... То есть сейчас еще, друзья, не девятый вал. Вот. Я боюсь, что еще даже не подошло к половине. Вот. Соответственно, поэтому четко вам могу сказать, что ожидают очень серьезные внешние воздействия. То есть вот когда будет девятый вал, друзья, вот тогда будем уже думать, и не то что думать, а реагировать на это несколько по-ночь. Но из определенных, друзья, венчурной футурологии, исходя из прикладной футурологии и исходя из здравого смысла, знаете, такую поговорку «так будет не всегда». Пройдут шторма, пройдут эти проблемы, наступит новое время, и вот как раз к этому времени надо быть готовым для того, чтобы оно вам приносило уже не только проблемы, но и приятные радости. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами до завтра, до 19 часов по Москве. Завтра мы будем с Юрисом проводить наш вебинар, и как раз Юрис уже будет готовить на пятницу в 13 часов встречи с активными партнерами, кто делает уже по сумме бизнес, кто сегодня уже с Ютеком зарабатывает. Все, друзья, всего доброго, до завтра.